Проблема выплат медикам. Эта проблема не решена. На этой неделе Кабмин снова будет искать решение. Об этом заявил премьер-министр Украины. На селекторном совещании с президентом Зеленским, в который раз президент сделал замечание относительно задержки надбавок за март медикам, глава правительства заверил, деньги в регионы направлены дальше дело за местной властью. На сегодняшний день выплаты в полном объеме получили лишь в одной области, в Полтавской. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Другие регионы по сей день живут обещаниями и ждут надбавки в 300%. Услышу министра. Продолжаем разбираться с нашими областями и демократимся от них, требуем, чтобы были выплачены все деньги, которые дала держава, именно для выплаты медикам. Национальная служба здоровья Украины уже начала укладывать договоры. И как далее, наступным кроком будет выплата уже коштей безусловно на лекарню, без всей этой тяжелой процедуры через органы влады, через медицинскую субвенцию. Мне кажется, что там уже проблем не будет. Была только небольшая затримка, которая была вызвана, в том числе, внесением изменений до закону про державный бюджет. Я не знаю, небольшая затримка, и сам Степанов говорит, что только в одной области. Но вот надо разобраться. Мне кажется, очень показательно, как наша система тяжела и неповоротлива. И она вот застряла, когда сверху идет сигнал. Президент, премьер, разобраться и отправить деньги. Почему это не происходит? Василий, вы сказали, что наша система неповоротлива. Наши системы нет, она у нас уничтожена. Возвольте внимание, цілий министр охраны здоровья заявляет всем украинцям, продолжаем разбираться с областями. Такое впечатление, как они где-то разбираются с Карибскими островами, а не еще рядом Чернігів, Житомир, Суми. Они продолжают разбираться. Это показывает в Украине абсолютный управлінский хаос. Відсутность будь-якого державного управления. Люди не здатні працювати. Люди не здатні організовувати. Я бы медикам ті гроши виплатив би за 15 хвилин. Потому что я знаю, как должна працювать система. Люди, и как заставить систему цю працювати. Я бы за 5 хвилин звільнив би голову обласної адміністрації, начальника обласного департаменту охорони здоровья, за то, что они не выполнили моё решение как президента и не выплатили заработные платы. Они 2 недели в всей стране рассказывают, что они гроши перераховали, но их досы не заплатили людям, медикам, которые щодня рискуют своим здоровьем. В Ивано-Франкевске помер начальник станции швидкої допомоги от коронавируса, он не дождался обещанной ему зарплаты. На Кировоградщине померли двое братов-лікарей, которые так же не дождались обещанной им зарплаты. На Тернопольщине, я читаю поведение, патологоанатом проводят вскрытие на улице, потому что там патологическое бюро такое, что там не вентиляции, ничего не имеет. И они в самодельных костюмах проводят это вскрытие. И Асушейтед Пресс показывает на весь свят эти фотографии. И министр охороны здоровья рассказывает, что они продолжают разбираться. Вы должны признать, что вы некомпетентны, вы непрофессионалы, вы не сдатны организовать, тримать слово, вы не сдатны впроводить в життя закон. Если вы делали деньги, почему они не дышали до людей? Сколько месяцев нужно ждать медикам, которые сегодня на передовой цей борьбы? Понад 3 тысячи медиков сьогодних хворих на коронавирус. Найбільша кількість людей, которые хворили, это медики. Почему? Потому что мародеры в сечне-лютому вивезли маски, нажили миллионы, и никто не ответил по сегодняшний день. И мы доси не знаем жодного прозвища этого подонка, который наживался на здоровье каждого украинца и медиков. Обещаные 300% подвижения, зарплата ждут уже месяц, и они продолжают разбираться. Ребята, вы, друзья, как не садитесь, а музыканты не гадитесь. Вы можете раз на три тижни, раз на три дни, раз на три дни менять министров. Но это менять лешка в борделе. Бордел надо закрывать и прекратить, приниживать страну. Потому что когда великая европейская страна, 40 миллионов наций, где не могут 2 недели заплатить зарплату медикам, маячий уряд, маячий парламент, маячий правоохоронные органи и так далее. Про что мы говорим? Это показывает, что немае, есть территория, нема державы, нема управления, нема відповідальности. Цирк, а не держава. Перетворили.